Итак, на часах 11.05 слово передаю Александру Чубанову, Product Owner, решение компании Modus. Всем добрый день, коллеги. Давайте потихонечку начнем. Сегодня у нас такая техническая больше встреча. Я на ней хочу вам рассказать о новых функциональных возможностях в целом в Modus BI. Отдельно в Modus ETL и в Modus Аналитическом портале. В Modus ETL мы посмотрим с вами функционал параллельного выполнения пакетов и шаг сценария перенос данных. И в целом поговорим для чего это нужно, как это использовать, как мы представляем, что это должно быть использовано. В аналитическом портале посмотрим новый большой функционал использования переменных, где он может применяться, какие задачи он должен решать. Так что поехали. Начнем с параллельного выполнения пакетов. Давайте представим, что у нас есть пакет мониторинга SLA, в котором у нас есть шаги, где мы фиксируем первичные данные из обращений, состояние на линии, трудозатраты загружаем, информацию по договорам сопровождения загружаем. А затем нам необходимо все это привести в нормальный вид, дедуплицировать, где-то договоры соединить с трудозатратами, где-то обращения подтянуть, привязать обращения по почте к клиентам и так далее. И вот для этого у нас есть специальные шаги, где мы приводим такую нормализацию, назовем ее заполнение ядра, ядра SLA и ядра по задачам, которые нам в целом понадобятся. И в конце нужно подготовить визуализации и заполнить, соответственно, витрину мониторинга SLA и планфакт по задачам. Если мы обновляем такие данные в пакете каждый день, то, соответственно, мы понимаем, что у нас есть последовательный пакет, который сначала собрал всю первичную информацию, затем он заполнил ядро базы, затем он заполнил витрину. И получается так, что когда данные первичные, особенно, загружаются очень долго, а такое бывает очень часто, то нам нужно либо каким-то образом распараллеливать эти пакеты с помощью отдельных пакетов, закладывать какой-то тайм-аут и после этого запускать ядро SLA, ядро задачи, последующую обработку. Либо все это помещать в один пакет. Тогда мы не закладываем никакого временного лага, но все будет выполняться строго параллельно, друг за другом, ну и, соответственно, долго. Поэтому для чего нужны параллельные пакеты? Для того, чтобы мы разделили элементы, которые могут выполняться параллельно и элементы, которые должны выполняться после этого, и элементы, которые затем могут выполняться, неважно, параллельно или последовательно. И, к примеру, то есть это реальный кейс, параллельное выполнение пакетов заполнения мониторинга, оно будет выглядеть следующим образом. Очень похоже на то, как мы используем систему по работе со сценариями. Только здесь вместо сценариев и шагов сценария мы можем использовать различные шаги пакета. Это могут быть как составы выгрузки, которые нам помогают собрать данные, так и сценарии обработки данных, так и вложенные пакеты. То есть каждый параллельный пакет может в себя включить еще пакет с пакетами и дальше работать, соответственно, выполняя всю логику, которую вы в него заложили. Причем вложенный пакет также может быть параллельным. Давайте посмотрим, как это выглядит в ETL. Перейдем в пакеты обработки данных. Вот у нас есть стандартный пакет и у него, соответственно, есть режим выполнения последовательно. Когда мы создаем новый пакет, нам необходимо выбрать режим выполнения параллельно и запустить настройку состава. В настройке состава у нас есть возможные варианты выбора. Когда мы его запускаем в качестве отладки, мы тоже можем смотреть, как и за сколько он выполняется. Если мы провалимся внутрь, перейдем непосредственно либо в сценарий, либо в состав выгрузки. Соответственно, весь функционал полностью поддерживается, который мы настроили. Поддерживается передача параметров. Если вы передаете параметры, то, соответственно, количество экземпляров запуска будет равно количеству пакетов параметров. Не забываем, что у нас есть классная штука про параметры. К примеру, вам нужно загрузить данные за большой период времени, за несколько лет. И мы понимаем, что эта система может слишком нагрузить. Можем разбить несколько пакетов, создать пакет, определить полностью, нам надо какие периоды грузить или как-то надо разбить, грузить по несколько лет. И вот такое количество раз у нас пакеты запустятся. К примеру, а здесь мы настроили признак полного или частичного обновления. Мы один и тот же пакет и один и тот же сценарий можем использовать как для полного, так и для частичного обновления, только изменяя параметры. В целом, если вам необходимо выполнять настройку, есть вариант отключения шагов пакетов. То есть мы можем его отключить и тогда при запуске следующего шага этот шаг будет пропущен. То есть он будет условно выполнен всегда и в любом случае. Есть еще один момент настройки, который нужно учитывать. Это запуск задания очереди. Так как процесс асинхронный, запускает его специальное регламентное задание. Называется оно запуск задания очереди обработки. Если у вас оно установлено раз в минуту, то пакет не будет стартовать, то есть новый шаг не будет стартовать чаще, чем раз в минуту. Если у вас есть необходимость запуска пакетов и старта пакетов чаще, то я рекомендую зайти в администрирование, поддержка и обслуживание регламентное задание. И, соответственно, настроить запуск задания очереди. Вот здесь мы установили раз в 10 секунд. Соответственно, проверка, выполнился ли пакет и запуск очередного пакета будут происходить раз в 10 секунд. В принципе, функционал простой. В конце у нас будет блок вопросов. На нем мы поотвечаем на вопросы, которые есть. Так что давайте пойдем дальше. Шаг перенос данных. Вот прежде чем говорить о шаге, я на одном из вебинаров писал про то, что у нас в принципе разрабатывается концепт гибридного хранилища. То есть у нас есть база ДВХ, которая собирает в себе основной объем, в ней строится модель. И у нас есть база, которая отвечает за отчетность. Мы рекомендуем использовать кликхаус. Но в принципе, можете использовать любую другую базу, если уверен, что она будет организовывать и выстраивать ваши данные с нужной вам скоростью. И прежде чем рассказать, зачем мы придумали перенос, давайте рассмотрим разные слои данных, которые есть. Мы выделим слой первичных данных, слой ядра хранилища и слой отчетности. Есть еще сервисный слой, но здесь мы его пока рассматривать не будем. И вот, чтобы понять, какая таблица и какое табличное пространство, какая задача решается в каждом из слоев, давайте разберем основные отличия одного слоя от другого. К примеру, если мы говорим о первичном слое данных, нужно понимать, что в него данные загружаются всегда, как они есть. Как вы можете их достать? Можете достать JSON, но не можете его разобрать. Вы можете загрузить просто JSON. Можете разобрать JSON, отлично загрузили его. Очень часто требованием к хранилищам оказывается некоторый период историчности. То есть, если у вас позволяет табличное пространство, дисковое пространство загружать, все данные никогда не удалять, отлично, данные, как правило, всегда загружаются и никогда не удаляются. Очень часто есть признак того, что мы каждый раз метрики изменяем и загружаем и можем восстановить уже в последующих слоях систему на тот момент времени, который нам необходим. Поэтому еще одним отличием является довольно большой объем данных. И так как системы в принципе такие хранят в себе и дубликаты, и грязные данные, в них непригодно использование какой-то аналитики и адхок запросов. То есть, как правило, на сырые данные вы не сможете не выполнить запрос по получению какого-то конкретного ответа и не сможете построить витрину. Поэтому следующий слой – это слой ядра. В нем у нас данные хорошо бы, если были нормализированы, желательно не ниже третьей нормальной формы. Соответственно, у нас у всех все дедупликации убраны, у нас появились все ключи НСИИ. Здесь мы провели, допустим, ML какой-то, то есть произвели предиктивную аналитику. Здесь мы разложили справочники, определили их свойства, определили уже то, что у нас в конце станет фактом. Но в целом у нас сохраняется нормализованная таблица не меньше третьей нормальной формы. То есть это по факту разветвленная сеть, которой мы сложную аналитику еще не прикрутим. То есть если мы к ней будем использовать сложные аналитические запросы, то, скорее всего, они работать будут медленно. Или, если немедленно, то не удовлетворяя средней потребности в отображении большого набора данных. Поэтому это тоже, как правило, реляционная таблица, потому что данные в ней могут чаще обновляться. Ну, в том числе, да, и могут быть перезаполнены из первичных данных полностью. Но все-таки, как правило, данные апдейтятся, каждый раз загружаются новые данные. И в конце происходит их последовательное преобразование. И в конце у нас есть красивое хранилище, которое нормализовано, которое собрало данные из разных-разных-разных источников. И оно готово, чтобы к нему прикрутили элементы уже аналитической отчетности, элементы анализа. И вот следующий слой отчетности, он идет у нас, опять же, в сторону денормализации. То есть, когда у нас данные находятся, например, в звезде, они находятся во второй нормальной форме. У них элемент не хранит только лишь одну ссылку, они избыточные. И получается, что данные для аналитической отчетности опять проходят некую денормализацию. А это значит, что, скорее всего, если у вас изменяется, к примеру, реквизит справочника, который будет использоваться в нескольких таблицах элементах звезды, то его нужно будет полностью опять перезаполнить. И отсюда есть требования к быстрому построению и заполнению элементов из ядра. То есть, в какой-то момент у вас может образоваться задача полностью стереть данные из слоя отчетности и заново их собрать. И для этого вы всегда воспользуетесь ядром, заполнив новый слой. Соответственно, так как у нас нет требований к нормализации, и группы аналитиков могут там работать, то есть куча примеров, когда тематические витрины создаются под каждую задачу. И здесь нет ничего такого запретного. У вас есть ядро, к которому вы каждый раз обратитесь, и у вас есть тематическая витрина, которую вы решаете либо для решения текущего запроса ad hoc, либо на регулярной основе будете ее показывать. И все это предназначено для того, чтобы аналитические запросы, которые были, выполнялись с достаточной скоростью и, в принципе, имели какую-то необходимую регулярность обновлений. И поэтому мы выделяем две базы как элемент гибридного хранилища. То есть у нас есть база, к которой предъявляются требования. Она должна хранить в себе большое количество данных, она должна уметь обработать эти данные каким-то необычным образом, например, не просто через приравнивание одного значения к другому. Она должна уметь быстренько апдейтиться, обновлять конкретную строку. Она должна уметь обеспечивать функционал аналитической НСИ, в нашем случае аналитической, ну и, к примеру, задачи решения машинного обучения. В нашем случае это либо Postgres, либо MSQL, либо Grimplan. И когда мы построили такую модель, там есть и сырые данные, есть и инкремент, нам необходимо построить уже модель для отчетности. И здесь мы раньше могли бы использовать еще один состав выгрузки, набор источников, источник, базу данных и правила переноса, чтобы заполнять витрины. Но, во-первых, это оторвано от общего концепции сценария, то есть мы не понимаем, да, то есть у нас есть заполненная табличка, что с ней делать дальше, непонятно. С другой стороны, опять же, мы говорим о том, что справочники будут денормализованы. И, соответственно, если мы будем дублировать этот справочник сначала в хранилище, в нашем ДВХ, а потом мы будем его отправлять в базу, где будет у нас слой аналитической отчетности, возникает вопрос, да, то, что у нас еще необходимо увеличить дисковое пространство, потому что по факту мы будем хранить всю структуру первичных данных, да, первичных таблиц, которые появятся в слое аналитической отчетности еще и в ДВХ. Поэтому мы разработали элемент переноса данных, который позволяет сценария синхронно передать данные входящего потока из одной системы в другую. У вас есть элементы настройки источника и приемника, то есть в качестве источника у вас могут быть шаги сценария, составы выгрузок и так далее. Ну, все это, конечно, существует в рамках сценария обработки данных. И в качестве приемника у вас существует уже какая-то конкретная таблица, которая находится в другой базе, и весь перенос данных, он не ложится вот в плоскость, как будто мы получаем первичные данные. Все это выполняется в одном шаге. Давайте посмотрим, как это делается. У нас есть сценарий обработки данных. Опять же, посмотрим наш мониторинг затрат. И вот у нас есть заполнение ядра задач. В тему планов, по которым мы работали, у нас было ядро. И здесь у нас следующая картина. У нас есть источник, у нас здесь происходят какие-то отборы. Затем у нас происходит произвольная выборка с данными из НСИ. И затем данные, которые сейчас у нас находятся в базе данных, которые работают под Postgres, должна их передать в другую систему, в слой отчетности. Здесь для этого у нас используется шаг сценария перенос данных, который нам позволяет принять таблицу моделей. Март Стаск – это уже денормализованная таблица с задачами, которые у нас имеют и ключинцы, и исполнители, и просто какую-то дополнительную информацию. И, соответственно, связь. Мы устанавливаем связь входящего потока с приемником. Здесь мы можем также описать выражение. К примеру, кликхаус плохо относится к датам, если у вас тип не дей 32, то нужно ставить ограничения дат. Здесь мы все ограничения по датам описываем, приводим необходимое преобразование, и, соответственно, выполняем. Кроме того, когда вы делаете, к примеру, новый шаг, у вас на самом деле нет необходимости вручную выполнять дизайн таблицы той или иной. Мы выполняем результат, соединяем результат с нашей новой таблицей, заходим, у нас есть элементы приемника. Нам нужно сгенерировать источник. Давайте выберем какую-нибудь базу и нажмем на кнопочку настроить таблицу. У нас таблицы никакой нет, у нас открылась форма создания новой таблицы. У нас определились автоматические типы, которые конвертируются, признак возможного отсутствия значения и возможность расширенных настроек. Здесь мы можем указать, к примеру, давайте расширенные настройки создадим. У нас где-то должно быть поле ссылка. Вот у нас есть поле ссылка. Уберем поле значения нул, перейдем в расширенные настройки и скажем, что наши ключевые поля и стартировки для кликхауса будут по ссылке. Соответственно, когда таблица будет генерировать скрипт создания, она автоматически укажет, что у вас есть конструкция order by по ссылке. Это заметно упростит поиск, упростит связь, упростит агрегацию таблиц для последующего анализа. И если вы хотите эту таблицу сразу, к примеру, вывести на портал, у вас есть возможность создания набора данных. Вот у нас есть галочка создать и обновить набор данных на аналитическом портале. Мы выбираем признак создания набора данных и здесь у нас есть связь между моделью, в которой она создается, таблица, и аналитическим порталом. То есть выбрав такой признак, нажав кнопочку «Завершить настройку», вместе с тем, что у вас создастся новая таблица, на аналитическом портале будет создан набор данных с выбранными полями, с указанными типами, которые вы сразу сможете затем использовать для решения своих задач по визуализации. Есть еще пример, который я хотел рассказать. И он касается того, что не все знают полностью функционал работы со сценариями. И если вы будете использовать, к примеру, в том числе произвольные шаги сценария, это не значит, что вы не сможете дальше подключать остальные примитивы работы с данными, в том числе шаг переноса данных. К примеру, у меня есть запрос. Это запрос на SQL, может быть, какой угодно запрос или скрипт. Главное, чтобы у него был тип выборки. И здесь у нас есть вкладка «Структура данных». Вот работая с этой вкладкой, вы можете заполнить или перезаполнить конкретную структуру данных таблицы. И на выходе этого запроса, после того, как вы этот запрос перезаполнили, вы сможете подключать его в стандартные порты приемников. И вот здесь, к примеру, у нас перенос данных. У нас есть тут таблица модели. И можем ее также создать на портале. У нас будет M-Demo. Пересоздали таблицу. И создали. Да, у нас уже была эта таблица создана. Написал, что таблица создана. Здесь мы сохранили и закрыли объект. И запустили выполнение пакета. В конце мы увидим, что у нас данные будут загружены в целевую таблицу. Вот целевая таблица. И, да, мы быстренько идем. Я думаю, зато у нас останется время на вопросы. Давайте перейдем к работе уже непосредственно с аналитическим порталом. Большое изменение, которое в нем появилось, это работа с переменными. И здесь определим цель переменных. Это изменить текст запроса в любом месте в зависимости от установленных фильтров. Как правило, как у нас была обычно выстроена работа с фильтрами, у нас есть запрос, у него есть тело, тело набора данных. И вот в теле набора данных у вас, соответственно, нельзя вставить конструкцию, которая будет в зависимости от выбранного фильтра или выбранного значения фильтра менять этот текст. Потому что все фильтры применяются после того, как вы напишите запрос, установите в нем соединение и так далее. Код конструкции вставки текста запроса в любом месте у нас называется механизм переменных. В целом, для чего вам может пригодиться механизм переменных? В первую очередь, это управление выводом значений. У вас есть, к примеру, колонки, у вас есть таблица, в нем установлены количество и стоимость. Или в нем есть сумма продаж в рублях и сумма продаж в долларах. И в зависимости от настроенного переключателя необходимо определять, выводить вам сумму продаж в рублях или выводить сумму продаж в долларах. Вот такой кейс помогает решить функционал переменных. Дальше посмотрим, как. Дальше. У вас есть большая таблица, которая соединяется с еще не меньшей таблицей. И для того, чтобы оптимизировать время выполнения, необходимо передать значение фильтров, которые вы выбираете на дашборде, непосредственно внутрь набора данных, который выводит эти самые элементы. То есть у вас есть, к примеру, большая таблица фактов, которую надо отфильтровать по регионам. И у вас в таблице фактов есть только коды регионов, а названия этих таблиц, а названия регионов хранятся в другой таблице. И, соответственно, если мы решаем задачу на старой версии портала, нам сначала нужно выполнить мэппинг. Мы можем через соединение создать большую таблицу, в которой будут все наши регионы со всеми нашими наименованиями, которые вводят все данные. Вот теперь можно наложить условия на соединение и сразу выбрать только те коды и только те регионы, которые у нас установлены в отборах. Об этом тоже сейчас дальше посмотрим. И на самом деле применение таких инструментальных вставок, переменных, которыми мы управляем в дашборде, оно позволяет решить не только вот эту задачу. На самом деле, если мы будем развивать эту тему, то мы можем и сравнивать произвольные периоды, модифицируя такие запросы. То есть дату к дате или произвольный период к произвольному периоду. Мы можем организовать для сложных и больших таблиц полноценную поддержку конструкции словарей в кликхаусе. То есть вам теперь действительно достаточно будет построить хорошую такую звезду, которую мы храним в кейсе Merge 3. Она у нас хранится в дисковом пространстве. Рядом у нас существуют справочники, которые хранятся в оперативной памяти. И с помощью выборки, и с помощью настройки запросов у нас элементы отбора будут попадать в методы получения элементов словарей в оперативной памяти, что очень сильно сократит время выполнения запроса. И это поддержка легких проекций для колоночных баз данных. Она тоже связана с тем, что мы сначала отсортируем, к примеру, индикаторы. Если мы вернемся к таблице с регионами, у нас может быть какая-то проекция, которая позволит нам быстренько получить ID записей всех нужных нам строк, которые будут использоваться для выборки. И потом она будет передана уже в набор данных для последующей визуализации. Как пишется переменная? Переменная пишется следующим образом. Давайте сразу перейдем к примеру реальному. У вас есть область переменной. Это фрагмент, который выделен в фигурные скобки. Так как переменная может быть пустой, у нас есть два блока. Есть текст самой переменной. Есть текст исключения. Здесь она неправильно подписана. Давайте вот сюда. Здесь есть текст самой переменной. И он может использоваться в произвольном выражении. Мы сюда можем записать все, что угодно. Главное, чтобы внутри этого блока находилось наше значение переменной. И есть выражение пустого условия. Если фильтр не заполнен, то, соответственно, вот здесь у нас будет нул. И, соответственно, надо придумать какую-то обработку, если будет нул, чтобы не было ошибки. К примеру, это будет условие всегда отрицательное. То есть ничего не вернется. Или это всегда будет положительное условие. То есть условие всегда будет отработано. Вот, к примеру, здесь, если мы установку отбора в произвольном месте для определения, какую колонку нам выбирать. То есть вот здесь у нас есть сумма. И мы думаем, какую же колонку нам нужно выбрать. То есть если у нас установлено значение переменной валюты, то тогда мы выбираем цену в валюте. Иначе мы выбираем цену в рублях. А если у нас значение переменной не установлено, мы говорим, что здесь всегда будет истина. И выбираем всегда цену в валюте, соответственно. Вот таким нехитрым образом можно значительно сократить количество строк, которые у вас есть в запросе. Давайте перейдем к маленькой демонстрации. К примеру, у нас есть таблица. Вот таблица продаж. У нее есть количество, цена в валюте, цена в рублях, сумма в валюте, сумма в рублях и ID региона. Рассмотрим первый кейс. Вот у нас есть валюта. У нас есть сумма в рублях, сумма в валюте. Мы выбираем конкретную валюту. У нас выполняется перестроение. При этом суммы у нас не меняются. Количество строк у нас не увеличено. Давайте посмотрим, как это настроено. Собственно, мы заходим в настройку и указываем здесь следующее выражение, которое указано было в примере. Что если валюта это USD, тогда это истина, и тогда у нас работает цена в валюте. Если у нас валюта не USD, у нас работает цена в рублях. Давайте выйдем. Таким образом происходит настройка. И посмотрим сразу, как происходит настройка внутри фильтра. То есть фильтр – это обычный набор данных. Он работает, как обычный фильтр. Единственное, у него есть вкладочка «Переменные». И здесь мы для каждого нашего выбранного поля, допустим, до поля валюты, указываем имя, по которому будет выполняться поиск, для замены его в выражениях всех визуализаций, которые есть на форуме. То есть мы указали поле вал и валюта. Обращение к переменному у нас идет через env.val. То есть env – это признак того, что это переменная дашборда. Val – это имя нашей переменной. В тексте необходимо это все обрамить в фигурные скобочки выражения и в восклицательные знаки для обращения к переменной. И вот в таком случае у нас получается так, что переменная передает свои значения в любое из полей, которые у нас есть. И давайте посмотрим второй кейс использования переменной. Это переменные в наборе данных. Как я и говорил, к примеру, у вас есть большая таблица продаж, которая должна выполнять соединение с таблицей региона, для того чтобы вы получали не столько код региона, сколько его наименование. Вот здесь у нас есть пример. У нас здесь есть ID региона и у нас здесь есть сами регионы. У него есть свой код. У него есть свой код и у него есть, соответственно, название региона. И нам нужно обеспечить фильтр по названиям, который будет правильно нам предоставлять эту информацию, при этом фильтруя элементы еще на уровне до полноценной выборки значения для визуализации. Внутри нам продаж. В таком случае мы пишем условия, джойним мы это еще с вложенной таблицей регионов и устанавливаем, что код нашей большой таблицы должен находиться, а точнее, что у нас код большой таблицы джойнится с вложенной таблицей, которая выбирает только те коды, которые есть в значении nFriged. И как это настраивается в аналитическом портале? Собственно, настраивается довольно просто. У нас есть набор данных. В наборе данных у нас текст запроса. В тексте запроса мы вставляем нашу конструкцию. Мы можем ее здесь посмотреть. По умолчанию здесь задан, что если регион не задан, задается второй. Мы можем установить там ноль, и у нас, соответственно, ничего не будет возвращаться, потому что данных таких нет. И как это работает? Работает это абсолютно так же, как будто бы мы работали с фильтрами. Сейчас не будем сохранять изменения. У нас есть регион. При выборе региона у нас выполняется некоторая фильтрация. Вот в таблице ниже эта фильтрация устанавливается. Давайте просмотрим особенности применения переменных. Открою сразу. Значение переменной всегда должно быть либо числом, либо текстом. Если мы используем типы дат, я рекомендую их приводить в явное преобразование. То есть у нас, если нам нужно что-то сравнить с датой, используйте каст или там, если это клихаус, то дейт, или то дейт 30-20, в зависимости от того, что вы выбрали. Если вы, когда вы планируете вообще использование переменных, то нужно понимать, что значение может быть единичным или заполнено списком. То есть если вы обеспечиваете фильтр для выбора единичных значений, значение всегда будет одно. Если значение несколько, это список, значения будут переданы через запятую. Соответственно, прежде чем писать запрос, вы должны понимать четко, какие вы будете ожидать входящие элементы, входящие значения этих элементов. И еще один момент. Есть у нас периоды фильтров. Вот есть у нас, соответственно, фильтр периода. Вроде это одно значение. Но, соответственно, каким-то образом вам необходимо передать вам необходимо передать два значения. Дату начала и дату окончания. И вот дата начала и дата окончания должны обозначаться специальными рамками. Это название regBegin и название regEnd. То есть это левая часть выражения периода, это правая часть выражения периода. Соответственно, когда вы используете такие типы, нужно специально их обрабатывать для того, чтобы значения в набор данных были переданы правильно. Хочется сказать, что Modus BI это просто. Будет еще проще и лучше. Спасибо вам за то, что вы слушаете, за то, что вы пользуетесь. Присылайте свои предложения. Спасибо тем, кто пользуется поддержкой 112, читает нашу документацию, указывает, каких статей нет. Мы обязательно все добавим. Часть по функциональности уже добавлена в нашу документацию. Часть по переменным вместе с релизом будет тоже добавлена. Так что задавайте сейчас вопросы. Давайте поговорим. У нас еще есть время. Спасибо. Коллеги, напомню, вопросы можно задавать в чат, либо поднять руку. Значок поднятия руки находится в верхней черной панели на руке. Это хорошо, что всем все понятно. Я надеюсь, что всем все понятно. Давайте еще подождем. Так, как раз мы с поднятия руки. Евгений, вам предоставлено слово. Не слышно, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. А так слышно? Да, да, да. О, отлично. Смотрите, вопрос у меня такой. Я сейчас на этапе тестирования вашей системы, мы, в принципе, с вами, наверное, в чате уже общались через Максима. Вопрос, когда большая таблица делится на пакеты, на параллельные, как-то вы называли, я пытаюсь разделить их по подати документа. Слово говоря, выделить год из нее и разбить весь объем документов с 18 года на даты. И вот я, когда пытаюсь сформировать в настройках пакета... Параметры даты, подскажите, все-таки год нужно вводить как число или как строку, как он понимается? Я что-то не могу понять, он не так-не так у меня не зарабатывает. Ну, смотрите, у вас есть, давайте мы откроем. Я год вычисляю функции, да, как бы в 1С, вот этот год из даты вычислить. И в итоге он ее как воспринимает, как число или как строку? Если вы вычисляете функцию год как 1С функции, то она возвращает число. Соответственно, надо с ним работать как с числом. И вы используете, я так понимаю, пакеты, в пакете есть составы выгрузок, да, которые там тоже внутри находятся? Нет, я просто выгружаю одну таблицу, делю ее по параметрам по году и пытаюсь, ну, там, пятью частями загрузить в ДВХ. Смотрите, как работают пакеты, да, как работают параметры. У вас есть, к примеру, параметр пакета. Параметр пакета сам по себе не знает, куда и где там используется значение, которое он в себя хранит. Он просто передает значение в каждый шаг. Если это состав выгрузки и выгрузка из данных, то в выгрузке данных тоже должен быть такой параметр. Если это сценарий, да, сценарий обработки данных, то и в сценарии обработки данных тоже должен быть такой параметр. Тогда пакет поймет, ну, тогда пакет поймет, что там есть похожие параметры и установит его значение. Нет, обычный состав выгрузки, вот, то есть я пытаюсь, условно говоря, таблицу там 16 миллионов строк выгрузить, И вот у меня пока что за месяц не получилось этого сделать, потому что целиком таблицу он переварить не может, разбить ее на какие-то составные части, кроме как по дате у меня не получается, но как задать ему эту дату, то есть либо, а он не понимает, условно говоря, там взять даты между такой-то и такой-то. Понимает. Если вы установите, то есть это условие должно быть в тексте вашего запроса. У вас в условии, у вас в тексте запроса есть обращение к параметру? Да. Вот. И соответственно у вас в установке правил выгрузки есть этот параметр, его название. Ну там начальная дата, конечная дата, да. Я пытался и через даты, пытался просто год выделить и на года разбить. Но вот большую таблицу в 16 миллионов строк у меня выделить не получилось. Я сейчас поищу, у меня есть примеры выборки, потому что в принципе все, что вы говорите, должно работать. Наверное, какой-нибудь шаг, скорее всего, вы могли пропустить и поэтому, соответственно, не работает. Если пример какой-то дадите, буду благодарен. Да, конечно. Сейчас ставите посол, у меня просто демонстрацию запущу опять. Так. Завершить указ. Так. Давай здесь, да, найдем. Так. Какой-нибудь, 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 можем в принципе даже и написать, даже напишем. Вот у нас есть мастер сбора данных. Зайдем, выберем подключение. Выберем наш утил. Так. Настроим правила, выберем, к примеру, запланированное взаимодействие. Это там такой список документов, которые мы можем разделить на параметры. Вот запланированное взаимодействие. К примеру, запланированное взаимодействие. Здесь у нас где... Вот. То есть, будь это SQL или будь это 1С, в принципе, вот текст запроса должен быть похожий. То есть, у нас есть текст запроса, есть два обращения через Amperson к дате начала и к дате окончания. Сейчас я проверю, как у меня текст запрос написан. Параметры он не поддерживает, поэтому сейчас сделаем вот так. Кстати, второй вопрос. Встроена консоль или планируется ввести поддержку параметров? Ну, пока таких запросов, ну, это первое, наверное, слышим. Потому что... Ну, потому что на 1С... А какие параметры по умолчанию нам поставить? Ну, в 1С код с параметром отрабатываться, как бы, я его пытаюсь сюда перенести. В консоли он не отрабатывается, потому что он параметры не понимает. А где-то вот под капотом он его обрабатывает нормально. Хотелось бы все-таки, перед тем, как запустить его в работу, проверить, в консоли отрабатываться ли он вообще. Ну, хорошо, подумаем, только единственное, что какие значения нам в параметры ставить? Ну, по сути, полноценную, полноценную копию конструктора запросов. Ну, конструктор запросов пока мы не планировали делать, потому что это все-таки... Нам нужно передавать слишком большую структуру. То есть вот пока облегченный вариант конструктора, да, это, ну, там, окей. А вот даже параметры, то есть если мы какие-то параметры по умолчанию сюда в отдельное окошко выкнули, то есть как я мог бы представить, что мы указали здесь параметры, мы эти параметры подсоединили, и вот здесь у нас там отдельная... Ну, в отдельном окне, да. Ну, установка, да, установка параметров для теста. Ну, так, да, ну, и так, наверное... Хотя бы так, наверное. Так, наверное, можно. Вот так, у нас есть заполнитель запроса, дата начала, дата окончания, и, к примеру, пусть здесь мы пока поставим текущий год. Вон, там, дата начала, так, установим дата, время. 23.1.1.1, и дата окончания. Не отработал. Не отработал что-то, я неправильно... А, точно, это же не запрос. Здесь надо дата использовать. Вот, и здесь мы используем тоже дату. К примеру, пусть будет второй месяц. Записать и закрыть. Сохранить базу данных, куда мы это будем загружать. Здесь. Записи очистить и добавить. Заполним поля. Завязываем ее вебинар. 11. Так, у нас такой базы подключения нет. Сейчас выберем базу, которая подключения есть. Открытой базе настроить. Вебинар 11. И теперь мы перейдем в состав выгрузки. У нас все настроил. Только там в настройках параметров, там, можно ввести второй период. Конечно, вот сейчас я и покажу, как несколько периодов ввести. Ну, смотрите, то есть есть пакеты, да, параметров, которые сейчас нас интересуют. Вот. И вот мы с ними будем работать. Выполним нас, сохраним. И зайдем в состав выгрузки. Вот у нас создан состав выгрузки. У нас есть получение здесь за февраль месяц. Да, с января по февраль. И теперь мы еще добавляем параметры. Копирование. Можем добавить. И нажимаем, что это второй текст потока. Второй текст. Здесь мы возьмем с 0,2 по 0,3 месяц. Соответственно, здесь мы загружаем данные с января по 1 февраля, а здесь с февраль по март. Да, вот и у нас два пакета. Смотрите, немножко перебью. Вы вот сейчас эту дату указываете во второй строчке, а в первой строчке там можно выбрать условно говоря число, строка и дату. Ну, конечно, давайте так сделаем. Он сработает или нет? Да, сработает. Вот здесь мы выберем, давайте, чтобы было следующим образом. 2021.01.01.2023. А здесь будет тоже дата 31.01.02.2023. Вот поддерживается как такая конструкция, так и такая. В принципе, разницы нет. Вот. И здесь у нас есть два пакета. Мы видим, что дата начала – это раз пакет, дата начала – два пакета. Есть признак делить на потоки по параметрам. Я его выбираю обычно, потому что тогда он распараллеливает два запроса. У вас отправляется в 1С два запроса. Это запрос по первому году и запрос по второму году. Сейчас отправили задание на выборку и посмотрим, как они определятся. Сейчас у нас сформировался факт выгрузки. И вот данные по первому элементу получены. И вот по второму. Сейчас давайте посмотрим, что у нас с таблицей. Так. Так. Хилл задачи. Нар 11. Вот и мы видим, что есть второй месяц. И это должен быть. И первый. Вот. Два месяца мы выгрузили. Это все хорошо. Где сотни строчек, где... А какая разница? 2 миллиона, что-то у меня не получилось. Ну, смотрите, у вас, если, ну, там даже несколько десятков миллионов там выгружается. Просто, ну, возможно, если у вас, к примеру, используется 1С, в адаптере есть признак сжимать данные, возвращаемые адаптером. Вот здесь. Использовать сжатие адаптером. Попробуйте использовать его. Если элементов слишком много, это значит, что веб-сервис на уровне... Ну, если, опять же, это касается 1С, у нас были такие проблемы, это значит, что веб-сервис, это Apache или IS, обрезает данные, когда передает ответ. Нет, соответственно, поэтому использовали сжатие. Или используйте там более... Более мелкую... Более мелкое разделение. Но, как бы, несколько... Там 1-2 миллиона строк, там надо понимать, конечно, объем данных, который передается, но должны выполняться без проблем. Так что, можем потом с вами связаться и явно разобрать кейс, почему именно у вас не выполняется запрос. Да, очень нужен будет. А я через Максима, наверное, свяжусь с тобой. Хорошо. Спасибо. У нас еще один вопрос. Добрый день. Планируется ли дальнейшая интеграция ETL и BI? Если да, то в каком направлении? Да, планируется дальнейшая интеграция ETL и BI в направлении создания более гибкой структуры данных. В части того, что мы будем задавать роли таблиц в ETL. И в зависимости от этих ролей запросы, которые у нас есть сейчас в Modus Cloud элементы составных наборов, будут по-особому устроиться. То есть, вот модель, по большому счету, модель, которая есть в составных наборах, будет формироваться в том числе в ETL. И сформировав модельку данных в ETL, она передастся в составной набор. Уважаемые участники, если у вас еще вопросы, пишите в чат, либо поднимайте руку. Я думаю, что если что-то подняться в руки, будет более оперативная ответственность. Спасибо всем большое, что нашли время и выделили час на наш вебинар. Надеюсь, он был вам полезен. Если опять-таки остались вопросы, пишите нам. Мы с вами все ответим. Да, коллеги, спасибо. Еще раз повторюсь, что новая версия аналитического портала выйдет на этой неделе, скорее всего. В начале следующей недели с переменными вы сможете там уже начать работать. Новая версия ETL, которая поддерживает параллельные пакеты и шаги сценария переноса, она уже есть. Она уже выпущена, но скоро еще одна выйдет, так что смотрите за объявлениями в канале. Продолжение следует...